МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева, здравствуйте. Опасные мясо, фрукты и орехи пытались везти на Алтае. Одну из партий контрабандного товара задержали на таможенном пункте в Рубцовском районе. Нарушители пытались провезти на территорию страны сразу 20 тонн мяса говядины. Замороженный товар везли в грузовике из Актюбинской области в Бийск. Подозрение у специалистов вызвало ветеринарное клеймо. В ходе контроля установлены нарушения в оформлении документов и на ряде четвертин продукции нечеткий оттиск лейма. На основании вышеперечисленных нарушений принято решение о возврате груза на территорию Республики Казахстан. Правда, это же самое мясо позже попытались доставить в Алтайский край уже через Кулундинский район. Но пограничное управление ФСБ совместно с сотрудниками Алтайской таможни ввоз партии вновь пресекли. Управление Россельхознадзора по краю Республики Алтай подчеркивает, что подобный товар может привести к распространению в крае заболеваний, опасных для человека и животных. Всего за последнюю неделю таможенники столкнулись с 11 попытками ввоза незаконной продукции в наш регион. Среди них партии риса, винограда и грецкого ореха. С января в Барнауле изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте. Повышение стоимости компании во многом объясняли тем, что нужно обновлять парк автобусов. Один из перевозчиков накануне презентовал новые современные экспрессы, которые уже успели оценить горожане. В них есть даже кондиционеры, а сами машины теперь говорят с людьми на одном языке. В автобусе будущего прокатилась и наша съемочная группа. Пассажирам главное комфорт. Уровень удобств здесь на порядок выше, чем в предыдущей модели. Это даже говорить умеет. Бабушкам нравится, что объявляют трансляции, остановки объявляют. Да и не только, всем гражданам даже не приходится говорить, какая остановка. Камера, видеонаблюдение в салоне, все это как полагается. Всем как полагается, оборудованы еще 37 точно таких же новеньких машин. В среднем стоимость одной порой доходит до нескольких миллионов рублей. Получается кругленькая сумма. Владелец компании «Командирская» одним из первых среди перевозчиков Барнаула пошел на такие расходы. Уверяет, эти траты оправданы. Люди довольны. Новые машины, тепло, светло, все показывает, рассказывает. Ну, как бы, много очень добрых отзывов мы получили уже. А чем отразиться на нас, да ничем. Администрация города пошла на то, чтобы повысить проезд с 1 января. Поэтому мы, рассчитывая на это, сделали обновление парка. Ну, вот, пожалуйста, у нас, если нет у кого денег с наличными, вот терминал, карту банковскую вставляют, сумму 20 рублей нажимают, и все. Это одна из главных новинок, которая решает сразу множество проблем. Теперь пассажиры могут не скапливаться у выхода, расчет за проезд происходит за секунды. Фраза «возьмите сдачу» может перестать быть актуальной. Правда, пока новинка не так востребована, пассажиры предпочитают по старинке. В будущем собственник планирует закупить еще несколько таких автобусов будущего. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. В Ирнауле презентовали книгу-биографию об известном алтайском писателе Марке Юдалевича. Произведение стало восьмым изданием, которое появилось в свет в рамках губернаторского издательского проекта «Алтай. Судьба эпоха». Его цель – рассказать читателям о выдающихся личностях, которые жили на Алтае и унесли вклад в развитие региона. Выход книги о Юдалевиче приурочили к столетнему юбилею писателя. Автор издания Елена Балакина отметила, что основу произведения составили воспоминания самого Марка Иосифовича, записанные на аудиокассеты, а также фрагменты писем и уникальные архивные документы. Последние содержат уникальные факты биографии известного поэта и драматурга. Фотографии у Марка Иосифовича в большинстве не подписаны. Какие-то материалы нужно было уточнять. Не все в документах нашлось. Это и Алтайская правда, и музеи, и частные лица, кто был близко с ним связан. Я от всех получала только радостную помощь. Ознакомиться с изданием можно будет в любой библиотеке. Скоро тираж поступит во все районы края. Испытать новогоднюю удачу приглашает магазин спортивных товаров «Спортхаус», где организуют специальный праздничный розыгрыш в подарок горнолыжный костюм. Приглашаем всех на акцию, которая состоится 23 декабря в 12 часов дня. Главным призом акции будет горнолыжный костюм. Также все участники получат поощрительные призы. Участниками могут стать все держатели вот таких пластиковых карт. Такой своеобразный билет на розыгрыш есть у всех, кто когда-либо совершил здесь покупку на любую сумму. Приобрести его можно вплоть до дня акции 23 декабря. Поводов для покупок немало. Здесь можно выбрать удобную обувь, теплую шапку, термобелье. А главный ассортимент – современные зимние костюмы. Будь то неспешная прогулка или занятие спортом, эти куртки и утепленные брюки задерживают тепло. Ощутить комфорт и стиль костюмов можно в торговом центре «Пионер» на третьем этаже. И в завершении выпуска о погоде, чем порадовать настоящего мужчину, роскошной рыболовной снастью, праздничным сувениром или подарочным сертификатом решать только вам. Настоящие подарки для таких разных, но всегда настоящих мужчин в сети магазинов «Трофей». Многие мужчины мечтают о трофее. Трофей знает толк в подарках. В крае переменная облачность морозно. Минус 19 градусов в Кулунде и Рубцовске до 22. Ниже нуля в Алейске и Заринске в Барнауле 20. Со знаком минусы без осадков. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи.